В этот вечер на сцене только дети. Все еврейские праздники считаются радостными и детскими. И в этом особый смысл. Красота мира создана для того, чтобы из них вырастали хорошие люди. Историческому сюжету мюзикла больше двух тысяч лет. Греческие завоеватели, язычники осквернили Иерусалимский храм в 170 году до нашей эры. А через три года началось восстание Маковеев, апогеем которого стало освобождение храма. ПЕСНЯ Для освещения храма требовалось чистое масло, для светильника – миноры. Но масло нашли только один кувшин, всего на один день горения. Тогда произошло чудо Хануки. На небольшом количестве масла минора горело восемь дней. За это время смогли приготовить новое. В память об этом чудесном явлении принято зажигать свечи и совершать дела добра и милосердия. Праздник Ханука нас учит еще очень интересный смысл. Мы первый день зажигаем одна свечка, второй день два и так дальше. Надо знать и понимать, что мы не можем все достигнуть сразу. Делай один хороший добрый дел сегодня. Помоги еще одному человеку сегодня. Думай не только о себе, еще один секунду в день. И если каждый будет так вести себя, вы сами понимаете, что наш мир будет на самом деле светлый, красивый, добрый. Праздник Хануки для иудеев – это торжество света и веры в чудо. Но в нем большой духовный смысл. Как бы ни складывалось жизнь, надо помнить, что все промыслительно и не отчаиваться. Важно верить Всевышнему в Создателя. И Он своими руками направит свои чудеса в руки тех, кто в Него верит. Торжество длится 8 дней. Каждый день принято зажигать дополнительно по одной свече миноры. Так, чтобы к завершению праздника горели все 8. Олег Зверев, Максим Гусев, События.